что-то плохо звук перерывается сейчас у меня такая связь над им связь может быть плохая поэтому я когда еще там где-то бываю других интернет локальных квартирах там получше если не получится может быть сегодня я из другого места попробую позвонить вот сейчас нормально говорит о самом начале нет давайте мы привыкнем так как только мы поздоровались вы сами говорите такую фразу я не против того чтобы наш разговор выставлялся в интернет никакой конфиденциальности здесь нет я не против чтобы интернет запись выставлялась но есть такой нюанс что муж меня как-то случайно увидел говорит я против какое отношение имеет нашему разговору против это его дело он может против горбачева выступать против какая разница против выступают правители мира с ними немногие жириновский многие не согласны но еще теперь жириновского убивать будем вот я прошу беседе оговорилась про акафис пресвятой богородицы про когда сказала и псалтырь был пресвятой богородицы я не сказал что дмитрий смирнов дмитрий ростовский написал акафис или псалтырь пресвятой богородицы псалтырь если он тот же который у нас здесь только в печку зина его и все ну вот его написал дмитрий ростовский нет никакой нет дмитрий ростовский знал писание он никак не мог этого написать а сегодня под разными названиями подписывает как павел как будто нами написаны подписывали павел а павел знать не знал по семье потому что мужчина звали вот по библии по святой библии какая должна быть жена христианка послушная молчаливая верующая заботящаяся о семье это тридцать первая глава притчи соломона говорит они не боятся холода зимы накормленная главное его качество это конечно послушание богу послушание святой библии послушание пастырю законному пастырю если он не учит напротив но естественно что мужу абсолютное послушание ты должна его бояться это за заповедь такая бояться не в том смысле что он с получки придет пьяный начнет порядок наводить а в том чтобы не огорчить его он так трудится ему так трудно дается какие-то раздражители ты должна встретить он с улыбкой с поцелуем и вспомните судьба человека шолохова я в другой раз горошел горт улица была для меня узкая мотала его говорит я знаю таких шалов шаловами называют таких женщин которые начинают его пилить да я как бог свят завтра опять бы напился она утром его поднимет да еще что-то даст всем так я от своей рынке не знаю куда глаза грядить надо же найти ключик и смотреть и никак не огорчать никак про мужа нигде ну не по не поносить его что-то заметила глета сами перед ночная кукушка дневную перекует перекукует ты так много можешь делать мужики они же глупые их можно на ниточки вести а будешь против он как бы купрется на веревке не утащишь вот смотрите послушание до каких пор мужу пока не противоречит священному писанию златоуз говорит кафедра принадлежит мужу но если он напился пьяный безобразно щит кафедру занимать жена жена бывает же делах житейских острее мужа острее то есть она нас ногу настолько пронзительный смотрит но средний показатель женщина глупее мужчины на 25 процентов это английские исследователи нашли поэтому ты всегда знай это голова а он всего лишь только сержанта я полковник но полковник но тут поклонись маргарет тэтчер была железная леди и когда спрашивали для вас что самое главное в семье это в жизни нога самое главное накормить мужа премьер-министр англии такой ответ дает накормить мужа докончил такой прожорливый неважно чтоб с аппетитом ел чтобы его не огорчить апостол павел говорит а мне вас жаль он говорит жаль потому что у вас будут скорби ты будешь рождать в муках дети могут родиться уродами больные непослушные сколько у вас будет скорбей как накормить а ты одна как у ласточка свободная была на свою беду тебя и повстречала и забыть как ни старалась не могла песня поется вот об этом павел и говорит скорбей много и спасать женатому это все равно что со спутанными ногами примерно вот так давид говорит салма испытай меня то есть у господа просто испытать его как мы можем ли мы так молиться мы молимся псалтырь зачитаем а считая псалтырь мы молимся словами давида нам даже и спрашивать не надо испытай меня то есть я верный но мне кажется бог мне не доверяет его это испытай меня дай мне какое-то задание такое я непременно выполню к это получается что мы бога искушаем разве но нет давид сказал в духе святом и поэтому мы его слова повторяем мы же псалтырь то считаем не выбрасываем кофизмы какие-то и живому их покойнику относим это испытай меня выйду чистый как золото в этих испытаниях вот и все стой твердо вот господь начал тебя испытывать а ты в домашних условиях знаешь что правду господь тебе посылает испытания по мере сил гонения от родственников а ты уступи ничего не делай никуда не выходи и сиди тогда кому-то нужна такая таракашка будешь у тебя особый талант ты его не должна закапать а какой талант умные вопросы задать получить ответы вот так можно да вот есть такое 76 правило 6 вселенского собора что нельзя корчевницу поставлять кроме что такое корчевница забегаловка чебуречная столовая вот это все туда где заходят ресторан кто может туда отнести туда где общественное питание общепит и верующий без нужды туда не должен заходить платные или не обязательно платное заведение а кто тебя дорогой кормят при храмам не относятся корчема там где-то выпивка есть ну проще там курят матерятся корчема ну корчема забегаловка вот так туда нам не надо при церкви когда кормят и проще так это святое место богодельно уже настоящее там ангелы присутствуют а там демоны муж увидел нашу запись в ютубе и спросился говорит можешь сына техничьи общаться разговаривать но чтобы записи в интернет не вставлял на нашей семье там не этого не будет никогда я эту свободу не отдавай ты сама свободна это твое слово если ты ему противоречишь где-то в десемейных да а тут ты совершенно свободно он не имеет над тобой никакой власти в интернете никакой он просто не знает это у меня он жена она где выступает как я не могу если бы она говорила неправильно она говорит правильно в этом польза где она выступает там пошла в институте призвали этом в больницу она совершенно свободная это ее талант здесь имеют там это школе специально преподают тут какая-то называется школа творчества где бы вы были это бог дал вам эту свободу этой свободой никто не обладает кроме вас никто не имеет претензии иметь на нее даже запрещали апостолам фарисея и говорит намертво запретили говорить она готова больше слушать бога или человека то что вы говорите она все может быть от бога чего он больше синедриона иудейского апостол павел сказал кого больше надлежит слушать и весь сказ на этом если ты неправильно говоришь он должен по частям разобрать твое выступление сказать послушай дорогуша ты вот здесь не права вот это не надо понимаешь ты до конца не знаешь а а вы вопросы всего лишь задаете то поэтому с вас какой спрос вопрос любой может задавать даже совсем кажется не такой вас это тревожит вчера один мужчина меня спрашивает а как вот насчет но неблагополучных дней женщины вот как там это может ли она там церкви быть ну понятно речь идет о месячных то но я обращался к священникам это не отвечает так другие так я открываю ему сразу и показываю вот смотри это говорит такой-то тимофей тимофей это в книге правил шестое правило печать дальше я открываю левит печать а они ему ничего не могут сказать он все горит а теперь только слушаю вас вот и весь сказ но я не могу отдать свободу кому-то он попросил подтверждение я показал если во время истечения крови мужчина приближается к женщине да будут оба преданы смерти это мало смерти чё тебе надо то еще другая кровь прольется а дальше она может ходить в храм храм не запрещено но если она готовилась у нас было с севера приехала из севера но то в старое время по советская женщина готовилась к окрещению полное погружение все накануне ночью не началось и он протеерей такой маститый сразу меня спросил что же делать я отставить дать телеграмм она не выезжает остается здесь заболела или сказ не имеет правила она не может прикасаться к библии не может иконы там целовать но в храм ходить может может стоять там в притворе где слышать и все но ни к святыне ни к кресту никуда не подходить это правило и правило его надо выполнять оно и так понятно но мы не придерживаемся той строгости которая была у иудеев где она сидела место это нечистое кто на это место сядет тоже нечистое этого церковь не соблюдает этого нет мы придерживаемся новозаветних правил вселенской церкви замерзла но смысл понятен и ответ этот который даю я ему не я даю не я повторяю это говорит моисей книга левит книги моисеева называется и второе говорит тимофей это в книге правил за вселенскими и поместными соборами правила святых отцов я называю номер и все а вот сектанты их надо громить бить вот это смирнов дмитрий выступает я сразу прилепляю вот конкретно карфагенский собор 318 год 77 правило говорит сиритиками обращаться кротко не откроет ли господь путь познания истины все на этом все это говорит бог а то говорит человека буянные злобою он еще не делает и чтобы сектантов не было до сектанты на нашу пользу они нас тревожат для того горты щука чтоб карась не дремал надо смотреть они тревожат нас поэтому нам некогда спать мы должны работать день и ночь работать нам труднее потому что сами попы лютые волки нас поедают им надо со всех сторон поддержку оказать они только любить умеют мертвых вот когда я буду мертвы тогда они хватятся этого не красного есть стихотворение со всех сторон его клянут но только труп его увидя как много сделал он поймут и как любил он ненавидя вот так это кажется о чаришевском или обелинском писал я тоже отношу к себе не смотрели притчи смотрели да он не один фильм то их много и 3 вот из всех мне кажется ну там как этот старец его там посылал со свечки ходить там вокруг он ходил фонарь ему один глаз другая петель потом трое вас трое нас там это все все сколько можно я все посмотрел это православные фильмы они такие фильмы юродивые вот посмотрите свидетельство в вузах баптисты ставят про георгия винса там есть что посмотреть как его арестовывают свидетельство кажется вузах так называется про георгия винса как вузов как издеваются гулаг настоящий потом как новые люди обращаются он выходит оттуда там целая община уже остается а это никого нету избрали артиста такого глупее не придумаешь вот он везде этому то это православие как остров или как вот раскол они прямо вошли в действительность того времени а взять-то ничего нет евангельского нет павел горит подвязайтесь единодушно за веру евангельскую читай послание к филиппийцам евангельскую они и даже не нюхали не знают священники евангельскую веру вообще не знают в жизни встречал мы на одной руке может быть сколько священников я много очень встречался который знает евангельскую веру вот мы приезжаем здесь в алтай большое село меня туда одно время архиерея хотел рукоположить заходим храм пустой никого нету за прилавком в священнике стоит батюшка один пустой храм да иди ты по домам да иди люди то ничего не знают эти предприятия вас что пол убьют чего вы боитесь я ему привез там книги даю евангелие целый ящик дал вторую коробку там даю бесплатно даю еще и кочеврыжица смотрят ой 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 позвонить вам можно сегодня попозже это но через полтора часа я достигну там более-менее нормальный интернет можно помочь давай дайте знать если не будет ответа тогда звоните я могу быть рядом я сейчас только с улицы вернулся там у меня уличные собаки я кормлю воробьев голубей у меня хозяйство большое ну молодцы мы сегодня представляете это мышь руками поймали вообще а почему а кошку держали кошку на мой бабушкином доме а мыши скребутся а там усыпали и все но она уже пробилась мышь уже я не знаю сколько их там пришлось руками ловить вот это да на начале на ленивого человека говорят ты обленился мышей не ловишь вот у вас уже не скажешь а японцы так быстро бегают быстро такие движения что он успевает мышь поймать а мышь поймать это непросто я считал майк талсон и катан тайсон или там другой у него такая была реакция что он лампочку выключал и она не успевала накал это погаснуть до конца он уже успевал лечь в кровать ну это как говорит молниеносно но если никак больше нельзя то к мужу найдите тропинку к сердцу скажи ну зачем на меня накладываешь вузы я не могу это выполнить меня это никто не потребует это ваше право слова вас никто не лишал а то никто не может лишить ни советская власть не никакая вот так скажи это не надо делать ты превышаешь полномочия а это нельзя делать если ты меня будешь заключать в эти узы господь просто поразить тебя он даже не знает наказание вот мать не пускала одного секиота того но прозвище такое-то и пускала его в храм но правда она-то заботилась ему идти шесть километров зима там какая-то и там волки ходили и он пацаненок один в храм ходил ей явился георгий победоносец и сказал еще раз тронешь и все она больше не стала его трогать я его охраняю чё ты трясешься над ним это видение ему было такое видимо матери было поэтому препятствия в святом деле крайне опасное дело потому что господь посылает даже ослицу и таза говорила ангел ангел встал на кабине ослится он бы погиб полам ты не надо не туда пошел а когда правильно идет ангел господень благословляет я не воспринимаю гонит за христа но узнать за христа хотите когда когда ты делаешь по евангелию это не обязательно где-то мученики а другие препятствия ты уже мучи это гони гони мы гони мы ты делаешь это для бога не то что там кого смотреть а я вам век не нужен а услышать слово божие и поэтому уговори его как-нибудь по-хорошему скажи и вред какой есть я с удовольствием приму но если ты в этом нет никакого вреда просто своя прихоть и ты запрещаешь то ты в опасной не хотел чтобы у меня прямо на тихонечко как вот ролики там видели когда сергей там стали ну критика канала нашего вот потом я что отвечаю это люди то которые не знают ничего а ту мудрость которую бог дал нашим братьям то они на полном серьезе но наконец-то началось сергей там отыграть а мы вчера новый ролик составили он его выставит он будет здесь послание галатам будет называться ну ладно что времени все 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 я